Так как должен был. Два представителя у нас было в комплексе. Бородин и Пасанков. И еще раз повторюсь, Бородин с новым рекордом страны. Стал серебряным призером на 400. А Данил Пасанков и 400, и 200. Выступил, по-моему, по своему максимуму. Показал свой личный рекорд. Но это не может не радовать. Давайте всех представим. Сережа Исаев по первой дорожке Пензель. Я Бородин по второй Брянск. Николай Соколов, Татарстан по третий. Ну а дальше только москвичи. Пасанков по четвертой, Осипенко по пятой. Гладченко по шестой, Макович по седьмой. И Дима Щербаков по дорожке номер восемь. Финал закрылся. 1.58.87. Отчаянная сейчас битва будет. У нас всегда отчаянная битва в комплексе. Но 200 метровка становится таким полем для сражений. Потому что здесь плывут молодые ребята, как Илья Бородин. И они здесь не доминируют. Брут довольно опытные ребята. Иногда можно видеть парней чуть ли не 85-го года рождения. Но сейчас, конечно, средний возраст выступающих в данном финале 95-й, 94-й, 98-й. Ну и Пасанков. Пасанков сразу захватывает лидерство. Но после такой триумфальной Европы, я думаю, что он чувствует лидером команда себя. Хотя Семен Макович, вряд ли, должен с этим соглашаться. Семен Макович доминировал в этой дисциплине на российском уровне на протяжении, наверное, двух последних олимпийских сезонов. Это просто мое впечатление. Потому что Семен Макович на сегодняшний день уже довольно возрастной спортсмен. А влетел он в сборную, будучи... Нет, не 14, а 16-летним парнем. Причем так же, как Илья Бородин, еще будучи юниором, установил рекорд России. И вот был на этом уровне действительно, по-моему, два олимпийских сезона. Но все меняется. Все меняется рано или поздно. Я не желаю Семену Маковичу потери лидерства, а желаю здоровой конкуренции. Но вот в этом заплыве у нас конкуренция не получается. Басенков, посмотрите, каким преимуществом выигрывает заплыв. Это уже даже кажется неприличным. Во всяком случае, отрыв действительно шикарный. Я побаиваюсь за рекорд стороны. Не могу сейчас сразу среагировать на то, какое время рекорда страны. Но думаю, что судья-информатор, если что, нам подскажет. Результат более чем солидный. 1,52,8. Для сравнения, рекорд Европы 1,50,58. Андрес Вазайс установил его буквально две недели назад. И вот.